Всем привет, друзья мои! Дружка приехала! А вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! Да, пока-пока! Всем привет-привет, друзья мои! Мы едем на море! С утра не получается никак выйти. Шляпсы одела, и они сейчас не подходят под это платье. На солнышке стою, стоим на остановке, ждем автобуса и поедем мы за город. Покажу вам новый пляж. Мы не поедем в Аяш, а хотим поехать к Искалиси. Очень много вы слышали, наверное, об этом курорте. Я тоже хочу побывать на нем, показать все прекрасные места, показать чистое море, показать счастье, которое вы увидите в моих глазах. Все, до встречи, ждем автобуса, садимся на автобус. Наш автобус едет. Едем, едем, друзья мои. Показывать, что осталось 15 минут. Эрдемли проехали. И скоро будет Кыскалиси. И я здесь была первый раз, когда мы только приехали в Мерсио с мужем. Тогда у нас была машина, и мой муж у меня покатался. Но было октябрь месяц, уже не сезон был такой. Поэтому мы и так мимолетом поездили по этим красотам. Тут все прохладно. Кондиционер работает, все отлично. Не дождусь, когда я искупаюсь. Друзья мои, вот это место называется Кумпую. Вот здесь очень много таких домов летних, где именно приезжают здесь в летний период. Сейчас я просто пропустила, не показала вам, но еще будет впереди. Мой муж говорит, что здесь очень много комаров. Вот отели есть. Вот берез. Посмотрите, какая красота. Очень чистое море. Как красиво там все. Именно это курортная часть. Приезжать сюда на лето. Кто-то живет здесь. Зимой, конечно, здесь скучно. Именно туристическая зона. Сейчас мы подъезжаем. К Аяшу, аж как Аяша. Сейчас немножко спустя будет Аяш. Следующий курорт. Мой муж тащится с моего турецка. Кумкую. Ой, не могу. Посмотрите, сколько здесь людей отдыхает. Посмотрите. Все выехали субботу. Воскрес. Субботу на пикник, наверное. Отдыхать. Вообще турки мне нравятся. Знаете чем? Что они знают? Время работать и время отдыхать. Вот у нас, например, моя мама всю жизнь в Грузии проработала. Не помню, чтобы она поехала на какой-то курорт. Субботу, воскресенье она знала. Во всю жизнь пашет, пашет и пашет. А турки, я вижу, что они в субботу, воскресенье всегда отдыхают. Очень многие. Для них это как традиция. В гостинице отель Ли Борис. Мы подъезжаем к Аяшу. Но есть также и частные дома. Такие пансионы называются, где можно комнату снять. Видите, сколько машин. Очень много людей приехали на отдых. Куюм-куюм. Кум-куюм. Куюм-куюм. И здесь с этой стороны. Там тоже. Видно сейчас. Вот с той стороны в основном. Вдоль берега такие гостиницы, мне кажется. Там впереди, посмотрите. Вот вдоль набережной. Такие дома, гостиницы. Рестораны. Красивая джан. Мы вот в этом районе были год назад с мужем. Две ночи остались. В общем, шикарно провели. Прямо в море напротив. 50 метров нужно идти. Я с утра в 6 часов проснулась, побежала. У них как раз отлив моря, а потом в нем прилив. Так интересно. А это, посмотрите, какая гостиница красивая. Гостиница и расположены так зонтики с лежаками. В общем, если вы купите квартиру в центре Мерсина, то у вас будет большая возможность приехать отдохнуть на какое-то время за город. Вы не пожалеете. Здесь жить, конечно, зимой я бы не запомни и рекомендовала. Здесь скуки, с ума сойдете. В центре Мерсина ехать час, но уже час в дороге. Конечно, это когда смотришь на природу, все это быстро, время так пролетает красиво. Для меня каждый раз какое-то новое что-то для себя. Посмотрите, какая красота. Вот тут виллы, вы видите? Особняки, наверное, они тоже сдаются очень красиво. Ну, посмотрите, какая красота у нас. А я что-нибудь? Мы, Ваяши, видите? Вот. Ну, как выбирает. Именно здесь центр находится. А там дальше Ваяши, вот и Али, дом. Надо немножко туда ехать, вперед. Ну, смотрите сами. Горкой занимаются, там отели. Гранд-Ласк, очень много отелей, очень. Цены я не знаю. Вот. А вот этот вот основной пляж. Мы здесь были в том году. А я же пляж. Ага. Чем переполнен? Здесь мелкое море. Надо идти, 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 идти. Вот я смотрю, да. Я люблю где под ужин, вы сами знаете. Вот центр такой. Мы вот с рестораной жили в одном из отелей. Где-то на кухне. Пассионы это называются. Здесь в каждом номере кухня, газовый баллон, посуда необходимая. Все есть. Телевизор, интернет, все-все-все. Вот так комнатку можно брать. И там все. Так, мы сейчас едем в сторону Али. Али. Вы спрашивали, как там Али. Вот сами не знаем, как. Алина их даже. А, Али уехал уже в Кишахир на работу. Мы даже забыли что-то про него. Сейчас покажу вам, где его. Пазэнда. Смотрите, по всему Аяшу полно гостиниц. А вот и там исторические места. Посмотрите. Аяшу. Да, какая красивая бухточка. С пухта людей. И вот эти места мы появились. Помните, в одном видео я показывала сами вместе ходить? Ага. А вот и этот пляж, который... Посмотрите, сколько людей, друзья мои. И они приезжают с палатками. Видите? Вы видите Аяш этот курорт. А здесь вот и Али. Али, нерде? Вот с этой стороны и Али, мы за это проехали уже. Вечно. Очень хорошее место. Да, да. Вот, мои хорошие, посмотрите. Это Аяш. Друзья мои, вы видите крепость в море. Вот это и есть Крест-Колесе. Крепость девушки. Переводится. Сейчас, конечно, поближе я вам покажу. Легендарные места. Легендарные места. Какая красота. Через 600 метров поверните направо. Видите, как все... Какое-то все древнее. Какая интересная история здесь. А вот наша Крест-Колесе. Вы видите? Красавец. Так, ну вот и Крест-Колесе. Я вижу, что здесь очень переполнено все, друзья мои. Ресторанчики. Все здесь есть. Наконец-то моя мечта сбылась. Я довольна, что вам покажу все. Посмотрим, куда же Ки меня повезет. Видите, тут все продают. Если вы приехали без купальников, голодные, то можете послушать все. Поверните направо. Убить себе все. Для пляжа, для моря. Поверните направо. Затем. Поверните направо. Красота. Очень много. Туристическая зона. Мне кажется, и вечером здесь тоже очень интересно. Смотрю, масок нет. Маска, да, такие фички. Маска, да. Мне тоже такое надо. А вот и маска. Ашкин, сала шляпа, а ладжа, гюзель. Шляп, шляпа. Он хотел мне купить, а я говорю, что я его хочу лучше купить. Потом куплю. Шильдадагеряк ехали где-то. Посмотрите, там какие дома. Видите? Гостиницы. Вот здесь вот. Рестораны. В общем, все весело здесь. Ах, а вон вы искали с Яшком и Лердой. Я так радуюсь, как ребенок. Вы же знаете, что мне много для счастья не нужно. Самое главное, чтобы были все здоровы. И я буду счастлива. Шляп здесь я покупать не буду, конечно. Через 100 метров поверните налево. Поверните налево. Затем поверните направо. С вечером здесь очень красиво. Ахшам, бурада, да, ха, гюзель. Я гляну, жилья, жилья, есть чоксичак. Фиатвары какие? Ашкин, и катар фиатвары. Хады, бакарс, бизадай, су, лязем алмак. Кока-кола, биршей. Не СНЛ, мьется. Добро пожаловать на пляж Кыск-Алисей. Покажу вам пляж Кыск-Алисей. Ашкин пошел впереди. А я вам покажу всю красоту. Посмотрите, как здесь много людей. Вот это Кыск-Алисей. Крепость девушки. Вы, наверное, бы устали, сколько я раз повторяю. В море здесь, я смотрю, мелкое. Там же. Лешка выбирает лежаки свободные. Видите, расположены далеко друг от друга. Раньше, знаете, как было все? Прямо ряд друг с другом. Сейчас мы выберем место и продолжим. Мы решили помочить ножки. Сняла тапочки. И пойдем про берегу, найдем себе свободное более место. Сколько наших здесь. Наших, наверное, тоже много. Русскоязычных. А вода какая теплая, друзья мои. Посмотрите. Красота. Посмотрите, как все переполнено. Мы место не найдем, но я на Сашкину. Видите? Какие красавцы лежат. Я одна такая. Маски, чтобы я не видела. Закапывают кого-то. Раскапывают. Перепоним. Я не знаю, что ли? Я не знаю, что ли? Все, переодеваемся. 35 лир на двоих. Сейчас мы поинтересовались, сколько здесь стоит отель на сутки. Все вам расскажу. Покажу вам песка Алиси. Хочу показать вам курорт в Пускалиси. Как он выглядит. Видите, сколько отелей, домов, облики. В общем, все здесь можно делать. Здесь европейская сторона. Покажу вам песка Алиси.